я юрий табах уже много раз я был на отдел из ты мне нравится как эта передача ведется потому что мы просто говорим и никто нас не перебивает никто нас не ведет в какую-то другую сторону которую мы не хотим я могу перебить да вот я поэтому попросил моего хорошего друга моего партнера зовут его павел американский дальнобой мы живем с ним оба в америке иногда ведем его передачу вместе он у нас скромный человек но я знаю что он нас самый популярный украинский блогер и по-моему пятый по счету блогер в украине его у него много слушателей мы с ним имели или имеем до сих пор разные взгляды о президенте ты трампа ну и что понятно многие украинцы украине украинцы это потому что двойки потому что российская пропаганда стумела убедить многих что трамп будет друг товарищи брат путину ну конечно это казалось неправдой но многие в это поверили и у нас абсолютно одинаковые взгляды я жертва российской пропаганда но у нас одинаковые взгляды по в отношении по что происходит в украине по отношению с россией и российско-украинский конфликт так что павел давай расскажи я павел американ дальнобой все меня знают как кровавую хунту жида бандеровца агента сдепа предателя родины жирного тролля гламурного шофера прочее прочее недавно нарекли меня здесь в украине я горжусь этим званием профессор политической русофобии еще и русофоб приняли официально в клуб такой вот и у меня не то что касательно трампа у меня не не разные взгляды я много в чем согласен с юрием но юрий является сторонником активным и таким ярким сторонником трампа раке да я придерживаюсь нейтральной позиции то есть я стараюсь смотреть объективно а я не объективно ты на ты не можешь быть объективным потому что ты трампист вот я всегда объектив стараюсь быть нейтральным потому что есть вещи которые в донале трампе мне нравятся очень то есть я их поддерживать я не буду сейчас перечислять Есть вещи, которые мне не нравятся, есть вещи, которых я не понимаю, я жду просветления. Ну, допустим, что для нас с тобой главное сегодня? У нас главное отношение Америки к Украине и к России. Совершенно верно. И Дональд Трамп, его администрация, если смотреть не на слова, а на факты, то факты вещь упрямая. И Дональд Трамп, его администрация для Украины сделали столько, сколько предыдущая администрация ни одна не сделала. Это факт. И оружие, и поддержка, и как бы к нему кто ни относился, можно разгонять там волну зрады, можно подозревать его в чем угодно, можно кричать, что он там путинский шпион. Но он делает те поступки, которые на данный момент принесли Украине пользу и никакого вреда не нанесли. Я проукраинский блогер, хотя я не гражданин Украины. И это моя родина, это земля моих батьков. Здесь лежат могилы моих предков. Я поддерживаю Украину. Я украинец или американец украинского вырубницы, поробленный в Украине, как говорится. Нет, да, конечно, потому что то, что говорили и о Трампе, и его наши СМИ, и все Левые СМИ в России, и здесь, и в Америке в особенности, о, он пожал руку Путину, то, что все ему пожали, не важно, вот Трамп пожал, ну что же ему не пожимать, а то, что он давит на Саудовскую Аравию понизить цены на топливо, это что, про путинское действие, а что он заставляет все НАТО платить свою долю, это что, тоже про путинское, а то, что он с Северной Кореей договорится, с Китаем договорится, это все не про пути, то, что он Украине дает летальное оружие. Сегодня даже у нас в Конгрессе его пропозиция рассуждает о том, чтобы дать ракеты противокорабельные. Это все не про путинские действия с его стороны, то, что он на Меркель надавит на Северном потоке, это не про путинское. Поэтому, да, я считаю, что, конечно, ничего такого нет. Ну давай об Украине поговорим. Давай об Украине. Да, вот какие твои впечатления, как американцы, который, ну кто не знает, Юрий никогда не жил в Украине, то есть он не был гражданином, он родился в Москве, в маленьком возрасте переехал в США, там сделал хорошую карьеру военную, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Но, тем не менее, ты поддерживаешь Украину, у тебя очень ярко выражена проукраинская позиция. Почему так? У меня не проукраинская позиция, у меня про правильная позиция. Потому что в этой ситуации я и много-много моих товарищей потратили целую карьеру, чтобы установить вот этот пост военной Второй мировой войны и люди, которые до нас были, устроить вот этот порядок мира, чтобы не было войны. А, так ты вот эта вот часть мировой за кулисом? Да, да, да. Я участвовал в этом договоре 96-го года, чтобы Украина передала ядерное оружие Казахстану. Ага, вот мы будем с кого спрашивать теперь. Вот там некоторые украинские кандидаты в президенты говорят, давайте тему Будапештского меморандума. Вот давай про Будапештский меморандум. И, конечно, ты ему предложил Украине отнял ядерное оружие. Я тогда был молодой офицер, но да, я был частью этого. И Путин нарушил все это, он нарушил очень все договоры, все конвенции. И все, что мы выстраивали много-много лет, целая моя карьера, строить мосты с Россией, считать, что сейчас Россия тоже войдет в мировое общество, как цивилизованная страна, он взял все это, уничтожил. Хуже всего, конечно, он сделал самим россиянам, хуже всего он сделал России. Еще один шанс для России выйти и стать частью общества была опять потеряна. Это нехорошо. И поэтому я принял, конечно, я считаю, что Украина незаслуженно пострадала. Она отдала свое ядерное оружие, рассчитывая, что Россия как раз ее защитит, потому что это такая братская... Она отдала как раз в Россию. А, да, конечно, Россия, а это вот братская народ ударил Украину в спину. И это я посчитал, что, конечно, это очень опасно для всего мира. Это хуже всего, конечно, для россиян. Но я считаю, что это было довольно-таки... В конце концов, это обернется позитивно для украинцев. Украинцев? Украинцев. И... Я извиняюсь, но я его постоянно поправлю. Он постоянно, он меня путает в этом все время. И я считаю, что это сделает украинцев сильнее. И я часто сравниваю с Израилем. Вот это плохо, что вот на Израиле все время давят все со стороны. Или хорошо. С одной стороны плохо, а с другой это их держит в тонусе. И это их заставляет двигаться вперед. И в Украине, я думаю, что происходит то же самое. И это видно. Вот с моей точки зрения это видно. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я вижу. Давай подробнее. Вот ты приехал с интервалом там несколько месяцев. Что ты, как американец, заметил? Разница в чем в Украине? Какие сдвиги в какую позитивную, негативную сторону? Ну, конечно, не можешь быть только в позитивную или только в негативную. Есть, конечно, букет всего. Но в основном я вижу, что Украина движется вперед. Она движется в правильном направлении. Я не буду говорить, допустим, там о дорогах. Что они там... Все-таки строится дорога. Вот в Киеве я вижу, что Киев все-таки строительство идет. Если строительство идет, значит экономика растет. Ну, я не экономист, я не журналист, я военный человек. И с военной точки зрения я вот точно могу сказать, что армия сегодня в Украине это не 2014 года. Это боевая, обстрелянная и модернизированная, самое главное, армия. Насчет дорог. Мы ездили сейчас с тобой вместе в Вильнюс. И на обратном пути, когда ты уже нас предал и улетел на самолете, а мы все-таки... Не для моих нервов. Да. Когда мы ехали на автомобиле, то когда мы пересекли... Когда мы ехали по Польше, и там перед границей с Украиной была такая, ну, плохая дорога, я думал, е-мое, если в Польше такая дорога, Евросоюз, там я много, она такая была, стиральная доска. Я думал, а что же будет в Украине? И когда мы пересекли границу, заехали там покушать, и нам, знаете, узнали, подписчиком оказался парень, хорошо нас там приняли в этом ресторане, и он нам подсказал, езжайте вот на Луцк, там Гройсман сделал дорогу. Ну, я так подумал, ну, когда мы туда поехали, то я увидел дорогу европейского уровня, американского, не фривей, но вот Стейт Роуд, такая очень качественная, сделанная по всем правилам. По сравнению с Польшей, мы ехали по такой же, не по магистрали, а по местного значения дороги, ну, небо и земля в лучшую сторону. То есть, дороги в Украине делаются, по крайней мере, я проехал, ну, Украину сейчас с запада до Киева, я не видел плохих дорог. Есть местами там ямки, где-то даже на автомагистрали, после зимы, я не знаю, почему там... Ну, я не только, я, допустим, ну, там в больнице я был, это, ну, я помню, я когда навещал больницу много лет там назад, и вот сейчас я сам попал в Украине. В больницу и в Украине. Украине? В Украине. И совершенно, конечно, есть прогресс, и я также служил в Польше 4 года, я жил в Польше 4 года, я помню Польшу вот примерно в таком же состоянии, только войны не было. Когда у них тоже было все разбито, все дороги, все коррупция процветала, но сейчас вот видно, что это цивилизованная страна, часть мирового общества, с которой считаются, с которой все остальные страны считаются. В Украине, несмотря на то, что есть позитивные сдвиги, часть украинского общества, и, к сожалению, довольно большая часть, живет тем, что называется таким емким словом, зраба. То есть людям почему-то нравится чувствовать себя ущербными. Вот у них все не так, все плохо, мы такие несчастные, власть... Как ты думаешь, почему это? Я думаю, это потому, что тут очень много раньше жило людей моей масти, и это такая черта, которую они переняли. Твоей масти это ты уточни какой? Что ты имеешь в виду? Иудейской. А. И что, я думаю, что они переняли... Нет, я шучу, конечно. Это все народы так. Мы все считаем себя, что нас угнетают, что мы... Россияне как раз больше всего. Они постоянно окружены врагами. Мы когда-то слушали в Минновости, такое впечатление, что Россия окружена Украиной со всех сторон. Но я вижу, что все-таки у Украины есть будущее. Вот тут есть будущее, оно правда есть. Если его не упустить, если его не потратить, если не дать заднего, как сделала Россия, то будет то же самое, как и в Польше, а может быть и лучше. И то же самое, что здесь немножко люди расстраиваются, что много людей уезжает работать и учиться за границу. Вот я помню, в Польше было то же самое. Потом они стали возвращаться. Они уже стали возвращаться с другими ценностями, с другим образованием, с другими языками. И таким образом, вот я уверен, что ты, потому что твоя родина, ты здесь вырос, есть... Ты свободно можешь сюда вернуться и строить здесь общество. Смотри, есть три степени обнищания зубожинья украинцев. Ты их знаешь? Нет. Ну вот, подсказываю. Три степени обнищания украинцев. Первое. Нет денег. Второе. У всех нет денег. У них совсем. Третье. Надо менять доллар. Или евро. Это наша, к сожалению, такая ментальность. Это по поводу того, что люди любят зраду, люди любят вот эту меньшевартисть, неполноценность. Как бы даже на таком... Ну, правильно. А вот, допустим, в Америке у нас правда нет денег. Вот право. У нас же нет денег. Доллар. Нет, у нас даже долларов нет. У нас все на этих кредитах, карточках. И у нас все в кредит. Твои траки в кредит, мой дом в кредит. Это все в кредит. У нас никогда нету ничего, что мы выкупили и принадлежит нам. Это уже невыгодно. Потому что это невыгодно. И мы привыкли жить в том, что денег вообще нет. И ты все время выплачиваешь, ты зарабатываешь, и ты выплачиваешь долги. Постоянно долги. То, что ты набрал на копилку. Банкиров. Банкиров, да, ты садишь. У нас в Пентагоне, если кто-нибудь когда-нибудь придет в Америку, я свожу в Пентагон, вы увидите, как полковники, генералы бегают по коридорам, потому что деньги закончились. Это каждый день. Что завтра все остановится, авианосцы перестанут ходить в море, самолеты перестанут летать, ракеты будут без газа. Каждый день. И каждый день они бегают по коридорам. К концу дня у всех находятся деньги. Смотри, ты сказал одну фразу. Я хочу, чтобы ты развил мысль. Ты сказал, что у Украины есть будущее, есть шанс, если она не упустит его. Что ты имеешь в виду? Ну, как что произошло в России. То же самое, что произошло в России. У нее был огромный шанс. И Владимир Владимирович Путин вошел бы в историю, как человек, который спас Россию, который создал закон и порядок, если бы он ушел в восьмом году. Но так как россияне этого не потребовали, россияне поддержали, чтобы у нас был вечный царь, все, в этот момент они пропали. Я не люблю агитировать ни за какого тут президента, потому что ты имеешь право, ты украинец, а я нет. Но я хочу сказать одну вещь, что президент Порошенко войдет в историю. Он уже вошел. Да, он вошел. Он будет в учебниках здесь, потому что в самый сложный момент, когда все было здесь разрушено, когда атаковало намного более сильное, в сто раз сильнее дружеская страна, не ожидал никто этого. Знаете, израильтяне ожидают это от арабов, мы ожидаем это от Ирана и для Северной Кореи. Вы не ожидали этого удара. Выстоять этот удар, создать армию, не дать экономике развалиться и не позволить Украине самой развалиться на много частей. И сохранить это в течение пяти лет, вот самых таких критических. Да, он войдет в историю. Плюс объединить мир вокруг. Да, он, как говорил наш посол, Украина самая красивая девочка на танцплощадке сейчас. Все пытаются, весь мир узнал про нее. Это, конечно, надо дать ему высокую оценку за это. Если он выиграет выборы, тоже еще одну вещь, которую создал, все-таки украинцы не знают, кто будет следующий президент. Это означает, что это демократия. Вы до последнего момента не знаете, кто идут споры, идут ругань в Раде. Это и есть демократия. Вот то, что он сумел это сохранить, тоже, это, конечно, ему высокая оценка. Если он выиграет выборы и будет еще следующий, 5 лет, 4 года, не знаю, 5 лет, да? И будет продолжаться в таком же темпе развитие Украины, то, конечно, он тогда герой. Если у него случится то, что случилось с Путиным, то, конечно, нет. Но я не думаю, что это возможно, потому что вы все-таки бунтари. Украинцы, во-первых, не украина, не Россия, это еще куча. Да, они не дадут это. И здесь ментальность народа другая. Здесь, во-первых... Бунтари, да. Да. Вы все время... Вот когда ты говоришь, что это ноете, а вы не ноете, вы недовольны. Вы недовольны правительством, вы недовольны жизнью, вы недовольны дорогами, вы недовольны... Это правильно. Нормальные люди не должны быть довольны своим правительством. Они все время должны быть им недовольны. правительство нужно держать а где он а где у нас довольны всем против в северной корее в на кубе в россии вот венесуэле уже дошло до точки теперь они говорят все они уже не довольны этим но поздновато теперь им придется кровь пролить но все-таки есть отличие например между сша и украиной ментальности в чем вот что я заметил в украине если или начну с сша вот я не слышал правда ни разу не слышал от американцев которые там родились в америке потому что мы все американцы но разного поколения кто-то и разных культур на да мы кто-то там родился уже в третьем поколении кто приехал только 15 лет как я назад а кто три года назад приехал но тем не менее я не слышал от тех которые давно там того что в их проблемах виноват кто-то кроме них самих ну да то есть никто не обвиняет ни президента не правительство не власти там не полицию никто this is my fall они говорят я лузер я дурак я это самое в украине с точностью дано впаки с точностью на наоборот виноваты все но только не это человеческий факт да вот мне кажется если бы я тоже могу сказать что я очень-очень редко виноват обычно это кто-то у нас это человеческий фактор никто не любит признать но почему-то американцы начинают тебя я не знаю нет но это у нас тогда вот я могу много примеров привести например в советском союзе я знал что даже такая вещь как пишется адрес сначала пишется москва потом улицу потом дом потом квартира потом имя человека в америке до точности на ворот сначала имя человека потом квартиру номер квартир и потом дом потом город потом штат потом страна ну да человек на первом месте это тоже такой психологически да что мне кажется вот если украинцы подправили вот этот момент то есть начали понимать одну простую штуку что им вот любому украинцу никто ничего не должен они живут ровно ту жизнь которую они хотят проживать но я я считаю что они это очень вот как по мне они это очень здорово показали когда у россияне и путина думаю его военачальники не думали что украинцы смогут так быстро организоваться так быстро сформировать какие-то отряды да они были разные там разные люди туда попадали но так быстро это создать и дать отпор этому нахрапу без оружия без всего без поддержки мировой поддержки это показало что они молодцы в этом случае и и и сейчас когда вот мы увидим сколько украинцев придет на выборы это тоже показатель сколько пойдут на выборы голосовать значит им не безразлично все это значит у них есть какая-то надежда и они готовы даже за эту надежду воевать и и погибать я считаю что ключевой роковой ошибкой владимира только я не хочу называть путиным потому что это его фамилия в браке когда он был а когда он развелся с людмилой то он взял свою девичью фамилию он володя членовики но я не буду говорить это слово которое мы харьковской болельщики сказать не запикивать но владимир владимир и членовики так правильно вот так вот вот это вот недоразумение в кальсонах которые считают себя гением стратегической мысли он все просчитал он проработал как подкупить кого подкупить кого куда поставить на ключевые позиции в украине то все было тут схвачено он просчитался в одном он посчитал украинцев таким же бытлом как и россияне то есть он посмотрел на своих рабов ну россия страна рабов страна господа еще лермонтов сказал это не русофобия хотели профессор русофобии но но ты это кто заметил да это классика то есть это классик сказал я просто повторяю его слова понять и володя членовики решил что украинцы такие же он не обратил внимание на фактор украинского народа он подумал а янукович там 3 миллиарда дал задатка ему еще 12 должен был доплатить он у него в кармане на руководить на руководящий должность а здесь на ключевых постах многие его шпиона сидели агентура там и в сбу и в армии много где и он думал что украина него кармане а тут простые хлопцы в шлепках в тапочках с берданками с охотничьими с кастрюлями или сказками советскими вот этими пошли против танков и выставили и вот это его основной проигрыш он не понял что в украине есть гражданское общество она будет бороться но будет драка я лично видел это своими глазами в одессе 2 мая как они отбили этот напор да я согласен с этим поэтому если володя членовики доживет до того что будет писать мемуары то я ему бесплатно дарю вот тему для заголовка роковая ошибка можно назвать книгу роковая ошибка владимира членовиков я думаю что большинство россиян уже это тоже понимают они понимают что это была крупнейшая ошибка крым был вообще это катастрофы страфической ошибки которая будет исправляться очень и очень долго но я еще хочу сказать что вот я разговариваю с некоторыми россиянами с моими немного оставшимися друзьями которые там сейчас живут и они говорят что ситуация очень плохая и иностранного языка практически не слышно на улице вот раньше в москве когда я служил там то я слышал английский немецкий французский но вот везде ну куда не в любо в каждом ресторане на улице идешь лишь в метро слышишь везде сейчас нет а сейчас я слышу это все в киеве в украине валюну во львове аж даже не говорю но вот в киеве везде я слышу иностранную речь значит иностранцы я знаю что наши американские компании уже сюда тоже входят и одна из них даже производит производит строит фабрику для создания современных натовских стандартов снарядов патрон это доверие или это репутация которую входят иностранцы так просто это не будут делать особенно американцы хочу уточнить то что ты сказал потому что мало ли как это будет воспринято ты служил в москве но ты не служил москве ты был представителем миссии нато руководителями нет я был там я один раз был атташе по раз вооружению посольстве с сша москве а второй раз я был начальником штаба нато в москве потому что говоришь когда я служил в москве так могут подумать как американец я вот это хотел уточнить а то что украина является весьма привлекательной для запада и то что несмотря на то что украина ведет тяжелейшую войну с очень сильным противником который ведет подлую войну потому что гибридность да это самое страшное если бы на донбасс зашли соверать и российские войска в своей форме под своими знаменами это было бы честно то есть они бы пришли они бы вели честный бой с украинской армии листом ополчением украинским партизанами не важно но когда они позорно сдирают себя все воинские нашимки знаки отличия во первых нарушение коммент конечно они во первых если кто-то посмотрит из россиян вдруг это видео то я хочу сказать что те которые независимо от звания должности неважно любой человек который воюет на донбассе не под российскими знаменами является террористы наемникам нет это так и есть этого конвенция женевской конвенции это так и женевская конвенция я могу сказать она не распространяется то есть с ними можно делать все что угодно их можно расстрелять как тогда на месте просто без русской как офицер если бы у меня был такого в приказ я под него отказался я бы не повел своих подчиненных без знаков различия без жетонов без без флага американского на рукаве ни в одну страну никуда ну так потому что это но должна быть честь офицерская но это вообще да ты должен как бы есть законы войны и когда ты на руках шаешь этих законов это тебя будут судить как военного преступника это военное преступление до зайти с оружием в руках на территорию чужого государства пусть даже дружеского ранее пусть даже братского пусть даже считаемого своим то есть россияне у них ментальность настолько дикая что они считают украину частью россии они не воспринимают ее как независимое государство поэтому они говорят на украине то есть они предлог на согласно правилам русского языка употребляется к территории на территории никто не говорит в территории но никто не говорит согласно правилам русского языка никто не говорит на стране на государстве как все говорят в стране когда россияне говорят на украине они подчеркивают что они не видят в украине независимое государство они видят часть своей территории а я делаю алаварды я говорю на россии потому что россия сегодня фейковое государство файл стоит стоит которая ну не имеет атрибут державности потому что у них нету там конституции работающий у них нету выборов у нет нету сменяемости власти у них нет демократии у них диктатура и эта территория территория непригодная для проживания нормальных людей поэтому на территории поэтому на россии это логика железных ну пол я думаю что уже достаточно времени говорим и хотим чтоб наши зрители им надоели уверен что они захотят чтобы ты еще раз сюда пришел и рассказал так что ты думаешь я скажу украинцы за любки с огромнейшим удовольствием не нравится формат этого канала потому что здесь действительно никто не перебивает никто не уводит разговор в сторону никто не задает каких-то каверзных вопросов которые собьют тебя с мысли и никто тебя не лишает свободы слова тут можно высказаться на любую тему и поделиться своим мнением а дальше уже пусть зрители слушатели решают интересно это было не интересно там для этого существует комментарии наверное и так дальше вот таких площадок наши зрители могут сами для себя решать что они думают да не нужен никакой переводчик или комментатор до таких площадок в украине быть как можно больше и если бы такой формат появился на телевидении это было бы здорово потому что телевизионщик я вижу то что происходит на телеканалах это просто мрак украину украинцев пытаются зомбировать украинцы не поддаются но их пытаются напрячь нагнуть как это можно по главному может быть также бы раз если в россии получилось то здесь может быть получится да повторюсь что россияне просчитали с украинцами они зря посчитали их такими же какие многие люди посчитали я один из этих людей которые много-много лет думал что никакой разницы между украинцами россиянами нет что это один и тот же народ так я сейчас прихожу в офис там где-то ну я езжу по америке я реальный дальнобойщик что-то про меня не говорили что это моментами делового агент сдп я катаюсь мне нравится ездить у меня своя собственная фирма я мог бы уже теоретически не работать сидеть в офисе но мне там скучно мне не нравится сидишь в окно смотришь тебе за это еще деньги платят но на самом деле работа дальнобойщика тяжелая об этом когда-то в другой раз так вот когда приходишь раньше вот там 12 год 13 приходил куда-то в офису на погрузку на разгрузку акцент жуткие английский нигде не учил хайбай с акцентом половина алфавита еле осилил и все больше ничего не знаю и вот заходишь в офисе на своем ломаном английском пытаясь что-то сказать и акцент слышат are you from не они сначала а ю рашен говорю рашен рашен потому что но объяснять что такое украина американцы не знают что такое украина они на карте и путали суру мое тогда я рассказывал про одессу они думали что почему в оклахоме такой беспорядок он дает не брат потому что в одесса есть тоже одессы в вот но сейчас вот спустя несколько лет вот этого всего когда приходишь они тот же вопрос задают слышать акцент are you russian но а микро в украине они сразу руку жмут beautiful nice guys и начинают рассказывать какие-то украинцы в нашей общине это происходит потому что я же вырос в америке и когда спрашивали там моя жена родилась в киеве она была совсем маленькая когда уехали я родился в роддом и когда спрашивали раньше мы были все русские до среди нас русских практически не было были все русские друзья не перебью русских вообще не существует но это там но я имею ввиду что мы это вообще даже среди русских которые себя назвали мы были нерусские и вот в америке нас называли всех русским потому что язык у нас был вообще-то русский а там были армяне и евреи и грузины также и молдаване но мы были все русские мы всегда говорили до русские русские потому что русские советские это был синоним для американцев а теперь когда нас спрашивают моя жена вот моя жена могу сказать точно она нет я не русская украинка хотя она по-украински примерно разговаривает так же как и я она может сказать шо правильно потому что быть украинцем сейчас это престижно украинском мова это престижно это круто или стыдно быть русским русским да потому что как старом антисемитском анекдоте мой шо ты слышишь там готовятся еврейские погромы но еще я по паспорту русские добиться будут по морде не по паспорту то есть сейчас граждан россии как бы чуть-чуть не дали лавана не популярно да то есть человек стесняется своего российского гражданства попадая в европу в турцию в египет раньше они там орали тагил вот это все а сейчас если слышат украинскую речь так так мне люди которые туда ездили отдыхать говорят фейсбуке читал просто говорят что это русские уже чуть-чуть скромнее себя ведут потому что можно и формирует аймича стал ну да ну хорошо а то не хочу подчеркивать мою национальную что но мы уже попрощались один раз по моему нервную как еще один англичане уходят до попрощавшихся евреи прощаются не уходит да вот я это но все хорошо спасибо павел спасибо за общение